Как же вышло, что узкая полоса прямо на обвалоопасном склоне в исторически и природно ценном месте была нарезана на участки и выделена частным лицам для застройки? По имеющейся информации, это следствие решения 13-й сессии Севастопольского горсовета 5-го созыва от 17 февраля 2009 года номер 6458. По правде говоря, комментировать решение Севастопольского горсовета – это себя не уважать. Я объясню, почему. Очень многие решения принимались при помощи специальной технологии. Технология заключалась в том, что сначала принималось первое решение, которое было вполне безобидным. Потом в это решение вносились изменения. Каждое из этих изменений тоже было декоративным. А совокупность вот этих декоративных изменений приводила к печальным последствиям. Например, если мы посмотрим изначально на проект вот этого пансионата для отдыха семьей с детьми в Рочище Ласпи, то мы увидим, а у меня есть архивная копия этого проекта, мы увидим небольшие домики, расположенные между деревьями, с тропиночками, сбегающими к морю и так далее. Совершенно безобидный, не наносящий никакого урона природе проект. А в конце концов появились два здания многоэтажных, которые в Рочище Ласпи выросли. Более того, если бы не 2014 год, там этих зданий было бы штук семь, восемь, а может быть даже десять. Просто процесс остановился из-за того, что появилась возможность создать там особо охраняемую природную территорию. Вот примерно таким же способом у нас всякие разные эринги для хранения яхтенного имущества с помещениями для отдыха превращались в многоэтажные здания, где на первом этаже что-то там располагалось, похоже на эти самые эринги, а на самом деле это были апартаменты уреза воды. И ситуация с жести, с зеленой гаей, она примерно такая же. Разница лишь в том, что здесь землю, даже подогородничество, людям никто не выделял. По сути, почетной стороне улицы Адмирала Макарова произошел самозахват территории, который затем депутаты попытались узаконить. Начиная с 70-х годов террасированный Северный склон разрабатывался местными жителями с целью ведения садоводства. Разрешений от местных органов власти они на это не получали. Ни в какое товарищество не самоорганизовывались. Начавшийся в 2008 году процесс перевода территории и склонов в зону жилой застройки оказался для жителей всего района неожиданным и неприятным сюрпризом. Документ об отводе участков предписывал новоявленным собственникам провести детальные инженерно-геологические исследования до начала строительства, подготовить мероприятия по защите земельного участка от эрозии, обвалов и оползней, составить охранный договор в связи с близким расположением первого бастиона, проектировать жилые дома за пределами санитарно-защитной зоны железной дороги, а эта зона составляет до 60% площади участков. Что из этого было сделано? Большой вопрос. Севастопольские депутаты украинского периода понимали, что их разрешение по большому счету чисто формальное. Построиться на этом склоне невозможно, не нарушив целый ряд градостроительных норм и ограничений. Поэтому они себя очень сильно, как бы это сказать, подстраховали. И в решении сессии, которая была выдана этим застройщикам, несмотря на то, что было написано, что дома даются под жилую застройку, ограничений было столько, что строить они могли только в космосе. До 2014 года администрация района, по нашим жалобам, их непрерывно штрафовала. Мирослав Войчук, который владелец вот этого дома с зеленой крышей, он попытался после 2009 года выдвинуть в сторону дороги свой гараж. Каждый месяц ему приходили письма, у нас они есть от Плотникова, тогдашнего главы администрации, о том, что, господа, вы нарушаете, убираете отсюда все. И здесь никто ничего не пытался придвинуть и строить. Все, как бы это сказать мягче, почувствовали свободу в 2014 году. Они решили, что на сломе двух государств и двух систем права они смогут втихаря провести все свои решения в кадастре. Я впервые оказался на четной стороне улицы Адмирала Макарова где-то примерно в 2015-2016 году. И ножками весь этот склон прошел. Я увидел там разрушения большие, которые касаются того, что были разрушены каптажные системы и системы водосборных лотков. И, соответственно, вода с улицы Адмирала Макарова прорывалась туда, прорывала там всякие разные овраги, каньоны и всякие прочие, подрывала корни деревьев, которые растут на склоне. Но, помимо этого, я увидел там вот что. Там был террасирован склон. И к тому времени, к 2015-2016 году, эти террасы уже заросли деревьями. То есть, видимо, и в украинские годы там не все было получено, потому что иначе люди бы там построились еще тогда. Но, по всей видимости, процесс был настолько явно противозаконным, что, в общем, он не развивался даже в украинские годы. Кто-то там построился, успел построиться, а кто-то, в общем-то, нет. К слову, 12 лет назад депутаты разрешили собственникам одну- и двухэтажную жилую застройку. Сейчас, по факту, дома номер 10, 14А и 16А имеют три этажа.